Всем привет! С вами Денис Мейджор, и сегодня мы будем распаковывать вот такую Nintendo Switch Lite Zayshan из Zamazenta Edition. Да, непривычно я себя чувствую в новой обстановке. Посмотрим, кстати, как получится. Мне кажется, распаковки так будет снимать удобнее. Также мы сравним, ну посмотрим, какой здесь чехол новый к этому мне прислали, и сравним, конечно, всё это с обычной Nintendo Switch Lite, которая выходила, когда выходила Nintendo Switch Lite. Ну, экраны, например, сравним. Мне кажется, это важно. Поехали! Так, распаковываем саму. Здесь у нас много-много плёнок. Самой игры здесь вообще в комплекте нет, и даже как бы не предвидится. Так что так, плёнку сразу убираем. Вот такая у нас коробка. Коробка, я, честно говоря, сейчас уже у меня нету коробки от оригинальной Nintendo Switch Lite, поэтому я не могу с ней сравнить. Но, так, вот тут всё. Всё-всё достали. Знаете, всегда мне, не знаю, как-то забавляет, когда вот такие всякие красивые коробки, и потом ты достаёшь, и там просто белый картон. Ну да ладно, картон у нас для Nintendo это тоже что-то особенное, да? Вот такая у нас здесь в плёнке Nintendo Switch Lite Zayshan из Amazenta Edition. На самом деле... Ну, ладно, сейчас я покажу поближе. Сейчас давайте посмотрим, что здесь у нас ещё вблизи есть. Точнее, в коробке, что у нас ещё есть. Ну, собственно, инструкция. Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite. Единая инструкция на две модели консоли сразу. Так, это сюда. И блок питания, и всё. То есть больше ничего нет. Блок питания у нас обычный, стандартный, вот такой вот большой. Знаете, мне кажется, на самом деле, с Nintendo Switch Lite могли бы поставлять какой-то покомпактнее блок питания, но он же всё равно не нужен для того, чтобы выводить картинку на телевизор. Ну, типа, много питания не нужно Nintendo Switch Lite. Я вот к чему. Окей, хорошо, убираем это и достаем, достаем Nintendo Switch Lite Zayshan из Amazenta Edition из плёнки. Здесь вот смотрите, как получается, что спереди у нас как бы ничего нет. У нас только разные цвета кнопок, да? То есть разные цвета кнопок и стики. То есть это не какие-то насадки, это просто именно такие кнопки. Ну, здесь всё, как у Nintendo Switch Lite, вроде кнопки нажимаются. А сзади у нас вот уже есть эти покемоны Zayshan из Amazenta из Pokemon Sword Shield. Кто играл, тот знает, это элитные покемоны. Они есть, в принципе, в обоих играх, но поймать вы можете только одного в Shield и другого в Sword. Так, включаем нашу Nintendo Switch Lite, а пока посмотрим вот этот чехол. Судя по всему, чехол здесь просто, знаете, он немножко как бы по-другому сделан. Так, это что у нас? Ага, здесь ещё есть плёнка тоже в чехле. Но в комплекте с чехлом плёнка, в принципе, обычная тема. Так, у нас прям весело, как она включается. Ну и всё, музыка закончилась. Так, хорошо, уберу пока звук. Нет, давайте оставим, пусть будет. Так, вот, это такой... А-а-а-а, да, это не совсем даже чехол. Это скорее кейс такой, подожди, а где... Минуточку. А где screen protector, который мне обещали? Здесь же написано. Flip cover and screen protector. И что-то я, подождите... Эй, не доложили, ну-ка. А, не, не, кажется... Вот, всё, есть он тут. Есть, вот здесь лежит screen protector, который клеить неудобно, но придётся. Сейчас не буду клеить на камеру, это как бы потом. Окей, хорошо. Так, что у нас здесь? Значит, как мы это делаем? Мы это делаем вот так. Вот так. Это мы как бы сюда вот так вот кладём. Вот так вот у нас получается эта штука. О-о-о, слушайте, это почти конструкция. Почти как у Nintendo 3DS. Ну, не совсем понятно, что у нас не второго экрана, но... Слушайте, в этом что-то есть. Я имею в виду, что когда вы достаёте, например, где-то в метро Nintendo Switch Lite, если вы с ней ездите, то вам не нужно... Как бы, как вот вы с обычной, да, вы поступили. То есть вы достаёте, вот, вот у вас, сейчас закрою, да? Закрытая Nintendo Switch Lite. Теперь вы берёте это в метро. Значит, люди везде, вы стоят, стоите. Вы как бы открываете чехол. Достаёте себе Nintendo Switch. Куда-то её там себе раз. И куда-то прячете чехол. Вы же не можете, ну, как бы его держать и играть. Не получится. Вот. Здесь, в этом смысле, это очень прикольная тема. Я не знаю, есть ли... Мне кажется, для обычной Nintendo Switch такая штука нужна. Слушайте, это потрясающая штука. Серьёзно. Мне кажется... Ладно, там что-то Зайшан и Замазента Эдишн просто перекрасили. Ерунда. Вот это вот. Это самая тема вообще для тех, кто с собой берёт Nintendo Switch Lite. Для любой, не обязательно для этой. Это же прикольно. Здесь вот магнит, да, то есть... Ну, он... Слушайте, ну, он... Вот я за верхнюю крышку сейчас держу. За верхнюю прям держу. Смотрите, вот. То есть, как бы, видите, я нижний не касаюсь. И он держит. То есть, вот как магнит держит. Прикольно. Слушайте, ну да, хорошо. Ладно, давайте, включаем. Сейчас, раз. Европа. Далее. Так, ну что? Я включил, настроил. Никаких игр здесь нет, если что. То есть, если кто-то вдруг думал, что вот Зайшан, Замазента Эдишн будет идти там игра. Нет, у нас здесь нет, то даже и не планируется. No Game Included. То есть, игра не включена. Для тех, кто вдруг хотел, чтобы у него бандл был, то есть, это не бандл. Это фирменные стили. Это у них, по-моему, с Nintendo 3DS у них-то началось. Может быть, даже еще с DS-ки, когда просто консоль в каком-то фирменном стиле, но не бандл с игрой. Так, меня интересует другой вопрос. Вот экраны. Знаете, такое ощущение, что вот если вот так положить, что оттенок как будто немного разный. Давайте вот я поставлю прям на максимум. Может быть, это потому, что здесь куча уже игр, а здесь нет. Все равно. Реально, вот это ярче экран, чем вот у предыдущей Nintendo Switch Lite. Но это, знаете, не обязательно, что именно вот эти модели стали вдруг ярче. Потому что у них уже было, да, что разные экраны для одной и той же модели. Это, в принципе, не первый раз. Мы еще с 3DS-ками как бы этого наелись. То есть, на самом деле, не то, что стоит бежать обязательно в магазин покупать именно за ишан за Мазент Эдишн, потому что экран ярче. Но, ну, вообще говоря, слушайте, разница есть. Кнопки, кнопки, ну, не, ну, такие же, хотя, подождите-ка, не, да, такие же, да. То есть, кнопки все это одинаковые. То есть, у нас здесь вообще больше никаких различий нет. Ну, здесь у нас слот для карты памяти, слот для карты же, все как обычно. Проверим, точно ли пустые, да, точно пустые. Прошивка по умолчанию идет 8.1.1, если что. То есть, вот, новая консоль. Я ее еще даже к интернету не подключил, ничего на ней не делал, ничего не ставил. Прошивка 8.1.1. Ну, в остальном, это вот такая же Nintendo Switch Lite, как была. Чехол, ну, кстати, чехол, да. То есть, я, если что, вот, покажу, что можно использовать и обычную Nintendo Switch Lite точно так же. Вот, чехол мне очень понравился. Честно, мне кажется, вот это видео просто это вот про чехол. Потрясающе удобный чехол. Если у вас есть Nintendo Switch Lite, если вы ей пользуетесь, мне кажется, что теперь и для обычной Nintendo Switch просто я не смотрел, есть ли такие чехлы. Но, мне кажется, просто обязательно нужно сделать. То есть, он, видите, и сам чехол, он жесткий. И при этом он хорошо защищает Nintendo Switch. И ее, ну, не скажу, что прям сильно удобно играть, плюс крышка будет вот так как бы болтаться, когда ты будешь играть, да. Но это вариант. В метро. Вариант. Дома, конечно, вот если бы я, например, дома бы играл, то я бы ее достал. И играл без этого. У меня просто есть вот такой вот прозрачный чехол. Он такой прям из пластика. Сюда вот ее кладешь, закрываешь. Вот так вот. И вот с ним и играешь. То есть, это уже не для того, чтобы постоянно доставать. Но тут получается, как бы, кнопки некоторые нажимать неудобно из-за того, что вот здесь вот есть вот эти бортики. И из-за этого не очень удобно. Но вот этот чехол гораздо удобнее. И, слушайте, ну прям клево вообще. И, кстати, по размеру в итоге она получается такой же. Ну, естественно, что вот этот пластик, он утолщает консоль. А здесь, мне кажется, даже чехол сам тоньше, чем этот даже, наверное. Ну, плюс-минус то же самое получается, но удобнее, как мне кажется. Но на этом у меня все. С вами был Денис Мейджор. И распаковка, и краткий обзор Nintendo Switch Lite за Ишан из Амазента Эдишн. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. И спасибо всем, кто поддержит меня на Патреоне, Бусти и на Ютубе. Вы помогаете этому каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok